Вы чего, ерундой занимаетесь? Ну я просто скромный, молодой пацан, и пришел к вам, я стесняюсь его задать. Любимый, ты мне не изменял случайно? Я думаю, как вам ответить правильно. Любовь это совсем другое. Слушайте, я очень люблю свою жену. Не надо ни о ком, ни о чем договариваться. Надо сделать так, чтобы никто не... Но я уже вышел. Ну хорошо. Как этого дракона убить? Совет мой, только один. По морде, да, сразу? И развод. Потому что это заложено в нас внутри. Это такой тяжелый эволюционный путь. Мы эту тему закрыли. Ну значит, мы прекращаем интервью. Останавливаем интервью. Останавливаем. Саша Меламут. 25 лет работал инженером-электромехаником на железной дороге. 26 лет открыл первый бизнес. Спаши в утепленных спортивных штанов вместе с Гариком Карагоцким и Михаилом Шпильман. 34 года начал развитие своего бизнеса в Украине. Среди крупнейших его проектов. ТРЦ DreamTown, ТРЦ Globus, FC Aquarium. В 57 лет Александр успешно совмещает бизнес с написанием стихов, выступлением в собственном джаз-бенде и даже актерствованием в собственном театре. ДИНАМИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИИ Ходят слухи в соцсетях. Скоро не будет DreamTown 1, DreamTown 2. Будет новый город мечты. В киюне будут новости, сказали. Вряд ли, я думаю, чуть позже. Поделитесь новостями, интересно. Новостями я не поделюсь, потому что, не потому что я скрывать что-то хочу, они находятся в процессе просто разработки, работает компания Банда, известная вообще. Банда, конечно. И она работает над ребредингом и какие-то идеи, другие вещи они предлагают и внедряют. И массово все, как только мы будем готовы, мы все объявим. Чтобы был сразу такой шок, удар. Почему Саша уважает Банда, по-моему? Почему не Файдой? Банда – это лучшая компания, которая сегодня есть по оценкам и по признанию абсолютно всех. Это компания, которая в том числе участвует в различных международных проектах и очень неплохо себя там чувствует. Поэтому, если делать, то надо делать хорошо. И с этой точки зрения, конечно, с Бандой работать очень комфортно. Хочется все равно, возможно, спросить, а вы, если скажете нет, то тогда перейду на следующую тему. Будут соединять два DreamTown? Ну, сегодня нет. Сегодня нет. Ну, это чисто технически очень-очень сложно сегодня получить любое разрешение. Это надо просто жизнь положить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы в одном из интервью говорили, что мы учли ошибки, допущенные в «Глобусе» при построении DreamTown. О чем вы имели в виду? Ну, смотрите. С точки зрения реализации проекта, «Глобус» был очень прост. Он был очень прост, потому что это был городской проект. Город продал, город был заказчиком. Ну, генподрядчиком был «Метрострой», заказчиком был тот самый, как она называлась, организация. Ну, городская организация, как называлась, неважно. Неважно. И все это находилось под контролем у Сан Саныча Мельченко. Да. Потому что, ну, был важный, вот этот проект важен. Мы заплатили городу деньги, дальше город его реализовывал. Правда, конечно, они сделали, особенно наружную часть, не совсем такую, как договаривались, потому что вообще была очень красивая, должна была быть очень красивая площадь, Майдан. Архитектором был Комаровский, и он, правда, умер очень рано, буквально через полгода после завершения строительства «Глобуса». Он умер. Очень жалко, был потрясающий совершенно архитектор. А мы перечислили городу деньги. Да. Ну, мы же понимаем, что денег всегда не хватает, и результатом этого всего явилось то, что те деньги, которые мы перечислили, город потратил на какие-то свои нужды, не знаю на какие, и не все деньги дошли до проекта, далеко не все, имеется в виду до проекта реконструкции площади. Да, я понимаю, где-то ушли. Поэтому там были такие красивые очень входы с площади, как в круглые. Там были, а сделали прямоугольные, потому что это дешевле. Там должен был быть вот этот фонтан, который на площади, над куполом. Это должен был быть цветомузыкальный фонтан, как в Барселоне приблизительно, который должен был играть красками и струями под музыку. Ну, деньги куда-то девались. Ну, не знаю, взяли на другие проекты. На другие проекты, скажем, да. Вот, поэтому с точки зрения ошибок, смотрите, дело в том, что, ведь что самое главное в торговом центре, это его правильное концептуальное выстраивание. И мы понимаем, что, например, третья часть глобуса, она не очень предназначена для торгового центра. Она изначально... Музей и стоил украины. Конечно, там музей, ну, потом, опять же, в связи с определенными финансовыми трудностями у города, они решили это помещение продать. Они его продали, они оставили себе, там, не знаю, тысячу метров для музея, потом и это продали, или не продали, я не знаю, вот последние тысячи метров, это уже было просто после 2007 года, я не знаю, где они. Ну, теоретически уже не принципиально, потому что то, что они планировали, они, естественно, не сделали, но и концептуально делать там торговый центр очень сложно. Ну, конечно, место компенсировало проблемы с концепцией. Ну, круглое не работает, это такое, как правило, как все архитекторы говорят, круглое не работает. Ага, почему? Ну, оно не работает, в торговых центрах не работает. Вот круглое здание работает хуже, чем квадратные, чем прямоугольные. Извините, просто какая логика, почему, ну, то есть, если уже не просто спрашивать, я бы спрашиваю, да, а есть какая-то логика, почему прямоугольные работают лучше, чем круглое? Ну, потому что, ну, там много очень причин, но один, если в центре делается холл общий, из которого выход на магазин, то получается, что витрины маленькие, ну, если сколько, а задняя часть широкая, хотя должно быть наоборот. Витрины большие, а... Вопрос для торговли, важна величина витрины, есть такой коэффициент отношения длины витрины к глубине магазина. И чем этот коэффициент выше, тем лучше для торговли. Ну, многого есть вопросов, не будем вдаваться в эти технические все нюансы. Хорошо. Работает плохо, поэтому пришлось вот так вот, вот так вот как-то делать, для того, чтобы он заработал. И там должен был быть каток внизу, под балками, вместо этого другие вещи мы сделали. Ну, в общем, целый ряд вещей пришлось исправлять уже по ходу. В общем, конструкцию уже исправить нельзя. Ну, конечно. Ну, причем мы же понимаем, что в тот момент задача была осваивать деньги. И я иногда смотрел на то, сколько туда заливали бентона, какие там стоят опоры, которые поддерживают 10 килограмм веса, а там вот такие вот бетонные опоры. Ну, потому что после того, как мы отдали деньги городу, фиксированную цифру, это уже стали городские деньги. А строительство стоило денег, ну, надо было же как-то их получать, осваивать. Как-то их осваивали, я не знаю. Вот, поэтому он изначально не проектировался как торговый центр. Третья линия. Если первая линия проектировалась как торговый центр, там есть определенные недостатки с точки зрения проектирования. Но это связано с усеченностью комплекса в тех рамках, в которых его можно сделать. И то третья часть вообще никак не проектировалась как торговый центр, так же, как и вторая. Но в результате место, конечно, компенсирует все. И Глобус работал, работал замечательно. Это был на тот момент лучший торговый центр. И мы очень гордились тогда, он был прекрасен. Как-то сделали. А о ошибках, которые учли в Гулевее, это круглая площадка или есть какие-то еще? Вы про Глобус говорите? Да, да, да. Нет, там много было. Я же вам говорю, что он изначально не проектировался. То, что вы сказали, услышал. Поэтому там изначально надо было сделать правильную концепцию. В концепцию надо было включать целый ряд вещей, которые не были включены на тот момент. Именно из-за того, что вот выдали помещение, вот в рамках этого помещения вписываетесь. Но там полное отсутствие парковки, например. Ну, это же немыслимо. Ну, конечно. Ну, там многие другие вещи. Все, я вас понял. Скажите, совокупный рентный доход какой был в лучшие времена в Глобусе? Вы чего, ерундой занимаетесь? Почему? Ну, потому что, ну, какие доходы, какие у евреи доходы? Во-первых, я не помню, действительно не помню. А во-вторых, даже если помнил, не сказал бы. Субтитры сделал DimaTorzok Более 40 лет вы дружите с Гариком и с остальными вашими партнерами. У вас в любом случае есть письменные договоренности? То есть нужно... Они нам не нужны. А зачем они нам? Зачем нам письменные договоренности, расскажите? Зачем вам? Возможно, я руководствуюсь мыслями Гаррика, когда он выступал, я был у него на семинаре по партнерски, да, и он сказал, что один из его 25 пунктов был, это создавайте письменные договоренности, даже когда делаете бизнес с друзьями. Смотрите, он, когда говорил о письменных договоренностях, он не имел в виду людей, которые 40 лет дружат вместе. Он имел в виду людей, которые создают некие партнерские отношения в бизнесе, обязательно все должно быть прописано, обязательно все должно быть проговорено, обязательно все должно быть очень четко понятно каждому из партнеров. Тогда эти правила могут работать. Письменные какие-то вещи, они даже у нас могут быть, но они не связаны непосредственно с бизнесом. Ну вот, например, там... Я знаю, что мое письменное, скажем, завещание, которое есть, оно не нотариальное. Но если со мной что-то произойдет, то там тот же Гарик, да, его исполнит. Ну, смотрите, во-первых, надо понимать, что Дримтаун — это мост. Только мост не длинный, а мост широкий. Короткий, узкий, но широкий. То есть мы не опираемся на метро. И когда был разговор в самом начале, нам кричали, что полгода Дримтаун рухнет, там, или еще какие-то, ну, много же у нас великих инженеров и специалистов, которые все понимают. Значит, последнее, что рухнет в этом городе — это Дримтаун. Было проведено химзащита грунтов, укрепление грунтов, мощные фундаменты, которые стоят сбоку, за метрополитеном, на которые опираются огромные металлические перекрытия, на которых стоит Дримтаун. Поэтому запас прочности такой, какого просто не существует, наверное, ни при каких стройках. Значит, ну, и эксплуатация этих 10 лет, она 11 уже, 10, она показала, что мы правы, что так оно все отлично. И весь этот расчет был правильный и с большим запасом. Ну, а сейчас, тем более, уже как бы все уплотнилось, все встало на свои места, я имею в виду грунт за эти годы. Поэтому, конечно, если, значит, построить можно все. Вопрос в том, сколько ты готов вложить в это дело денег и какие инженерные решения ты применяешь. Что в конце концов одно и то же. У нас есть грамотные инженеры в стране, у нас есть грамотные люди, которые могут предложить различные решения. И дальше их только надо правильно реализовать и контролировать, чтобы они были правильно реализованы. А какие, возможно, для молодых архитекторов, девелоперов, которые смотрят, ошибки были допущены при построении Дримтауна? Смотрите, глобальных ошибок я не могу вам сказать. Их не было. Потому что, опять же, в рамках того, что существует, я считаю, что выжили максимально. Ну, конечно, то, что плохо, что нет подвала под всем Дримтауном, потому что по Дримтауну проходит железный метрополитен. Соответственно, невозможно сделать подземную парковку. А подземная парковка – это хорошо. Делать наземную парковку и поднимать Дримтауна еще на уровень выше – это тоже нехорошее решение. То есть выигрываешь в дополнительной очень удобной парковке, проигрываешь в подъеме. А каждый подъем – это минус, там, каждый этаж – это минус определенное количество процентов посещаемости. Поэтому из того, что было возможно, выжили максимум. Вы написали, были в своей автобиографии на вашем сайте, будучи в душе романтиком по образованию железнодорожником. А по сути, бабником я наследил во многих странах. О чем вы имели в виду? О том, что он имел в виду, я и написал. Вот, по словам, наследил. Но если бабник наследил во многих странах, что он тут может и не понять? Вот почему иногда журналисты, а вы сегодня выступаете в качестве журналиста, они так любят конкретизировать. Вот когда вы приходите в театр или в кино, вот если вам доносят мысли до конца, потом еще пять раз разжевывают, кладут на сковородку, и потом выдают это готовое... Она же неинтересна, она скучна. Юмор хорош тогда, когда есть недоговоренность. Каждая мысль лучше доходит тогда, когда есть недоговоренность. Поэтому недосказанность — это очень важно. Ой, я не верю в то, что существуют творческие мужчины с широким кругозором, с активной жизненной позицией, которые не проводят время с другими женщинами. Таких мужчин, ну, я не знаю, может быть, единицы какие-то есть. Я с ними не знаком. Причем понятно, что мужчины не разговаривают на эти темы. Эти темы довольно скользкие и интимные, но у всех же глаза открыты, все же все видят, что происходит. Поэтому с уверенностью могу сказать, что когда мужчина активно рассказывает о том, что он верный муж, не знаю, там еще какой-то, и что никогда ни-ни, ни боже мой врет. Либо у него проблемы урологического характера. Потенцией. Например, вот есть две причины. У меня есть, кстати, песня, называется она «Урологическая танго». Мы ее сейчас на последнем концерте пели. И там, в частности, что вот причины женской верности — это семья, дети, покой, любовь, комфорт, уют. А причины мужской верности — это проблема урологии. Вот такая у меня песня есть. Ну, там, как говорится в этом анекдоте в стихах, это звучит изумительно, но это второй вопрос. Поэтому посмотрите на себя, посмотрите на своих друзей, посмотрите на твоих знакомых, и не задавайте больше этот вопрос, потому что он у всех одинаков. А как, возможно, тогда молодому парню, допустим, который молодой, креативный, что-то получилось, он что-то хочет, при том любит свою женщину и хочет с ней жить десятки лет? Это не связанные вещи. Да-да-да. Любовь — это совсем другое. Слушайте, я очень люблю свою жену. Безумно ее люблю. Мы с ней прожили уже на минуточку, я уже даже не помню, сколько. 38 лет может, жена. 38. Жена, да. 38. И договориться с... У меня старшей дочери 37 лет. Она немножко старше вас. Как с ней договориться о том, чтобы быть с другими женщинами? Не надо ни о чем договариваться. Надо сделать так, чтобы никто... Я уже вышел. Ну, хорошо. Обиделась. А? Обиделась, неважно. Ну, что я могу сделать? Надо сделать так... Обиделась, действительно обиделась? Думаю, да. Ну, это не связанные вещи. Ну, не, это прямо связанные вещи, но на самом деле я спрашиваю искренне, потому что... Это ваша женщина? У меня не получается, договориться. Да, абсолютно верно. И она видит, а, я говорю, посмотрите на себя. Ну, предупреждать надо. Нет, я же спрашиваю искренне, да, и мне какой-то... Как договариваться? Не надо никак договариваться. Дело в том, что необходимо... Самое главное, значит, моя позиция по жизни, можно делать все, что не доставляет отрицательных эмоций окружающим людям. То есть, тогда человек может сделать все, что хочет. Вот это моя позиция, я так стараюсь жить. И, соответственно, если мы используем этот принцип применительно к отношениям между мужчиной и женщиной, то необходимо сделать так, чтобы она об этом как минимум не знала. И не надо с ней... И это не есть обман. И вообще представление о том, что надо всегда говорить правду, надо быть честным, это ложное представление, абсолютно ложное, потому что можно разобрать все досконально, а потом осколки собирать. Ищущие правду, аморальный, честный человек, обязан врать. Я глубоко в этом убежден. Но врать не из корыстных соображений, а врать для того, чтобы не доставлять отрицательных эмоций другим людям. И что толку от вашей этой правды? Вот ты придешь и скажешь, дорогая, ты знаешь, я сегодня трахнул какую-то там мадаму. И что дальше? Зачем? Зачем? А так-то вы приходите домой в хорошем настроении, дарите свою радость, свою, я не знаю, там, жизненную энергию своей любимой женщине. Вам же хорошо. Если муж получил удовольствие на рубль, семья в среднем на 50 копеек. Александр, и такой вопрос, любимый, ты мне не изменял случайно? Что-что? Ну, если такой вопрос, любимый, ты мне не изменял? Значит, никогда. Вот эта тема, стишок ей можно рассказать, так уйти в сторону. Такой. Я вот довольно часто читаю. Из цепких лап своих не опускают тебя стереотипы восприятия. Я никогда тебе не изменяю. Ведь верность не постельное понятие. Принял. И по морде, да? Сразу. И развод. Слушайте, мне неудобно перед девушкой, мы доставили отрицательные эмоции. Вы же предупреждайте такие вещи. Вот действительно, это как раз тот случай, когда просто по недоразумению, по непониманию мы с вами доставили женщине отрицательные эмоции. И меня это очень расстраивает, честно расстраивает. А можно ее пригласить, а мы просто на эту тему больше не будем говорить? Мы эту тему закрыли, пригласить можем. Позвоните, вы имеете в виду. Ну, просто мне очень неудобно. Я ей извиню сейчас. Ну, как? Нехорошо. Междузрослые мужчины обидели молодую девушку. Если бы я знал, что это ваша девушка, я бы говорил... Вам никаких вопросов нет. Я бы врал вам совершенно по-другому. Давайте просто продолжать интервью. Можно я хоть выйду и извинюсь перед ней, чтобы она зашла? Я не... Это ваше вина. В данной ситуации вы меня подставили. Понимаете? Это была моя вина. Неважно. Ну, я так не хочу. Аня, Александр отказался продолжать интервью, если ты не придешь, потому что ему очень неудобно из-за того диалога, который произошел. То есть мы остановили интервью, и мы его не продолжим, если ты в ближайшее время не зайдешь, то его не будет. Смотри, если ты интервью остановили, все, ну, Александр встал со стулья и сказал, что продолжит только, когда ты зайдешь. Точка. Ну, такой уговор, иначе его не будет. Где он будет найти? Можно я к ним погляду? Ааа... А... Анечка, прыгаю на колени и приношу 28 извинений. Ну, что такое? Можно ручку поцеловать? Пожалуйста, не люблю обижать людей, особенно женщин, особенно на просто голом месте. Блядь, а ударился я колено, между прочим, больно. Из-за вас. В одном из постов в фейсбуке вы написали, что 3,5 месяца мне затыкали рот и не давали сказать информацию о том. Не, не 3,5, но уже 5. Я забанен в фейсбуке 5 раз подряд. Ну, кроме там, это подряд, до этого тоже. Значит, последний раз меня забанили 18 числа. Вот 18 числа меня освободят. Я писал все, что я думаю о власти, которая была у нас, это власть Порошенко. Соответственно, все эти годы я писал. И они меня банят. То есть, как они меня банят? Вот, например, последний раз меня забанили. За что? Они нашли пост какого-то 2014 года, важно, в июле месяца. А там было так, что смысл поста, я не понял, там был стишок я написал. Смысл поста, что, ну, тогда как раз, когда начинаются эти межнациональные претензии в стране, я написал, что не будет у нас, я жду того момента, когда не будет у нас ни хохлов, ни москалей, не будет всей этой ерунды, а сядем вместе выпьем. Вот все вместе сядем, напьемся, и все будет хорошо. Они придрались, ну, это же толерантнейший пост, толерантнейший. Но использованы слова хохлы, москали, те слова, которые употребляете, они считают нельзя. Это же формальность. Понятное дело, что просто им не нравилось то, что в этот момент, это я написал в 2014 году, я же подчеркиваю, 4-5 лет назад. Ну, сидит там какая-то команда, которая выискивает все, что было там до того, где-то можно придраться. А дальше, когда я пишу, что Порошенко там вор и негодяй, да, там, они меня сразу банят. А как они так технически делают? Это же Фейсбук банит. Они нажимают много раз бан или что? Нет, они, я не знаю, как это технически, видимо, они жалуются на Фейсбук, в эту саму контору, и там автоматически банят. Причем с этим постом вообще было смешно. У меня есть второй аккаунт на этом самом. И как только меня забанили на первом аккаунте, я на втором аккаунте написал, вот смотрите, меня забанили за такое стихотворение. На втором аккаунте, там, где у меня мало подписчиков. Ну, потому что я его только открыл. Они говорят, баним опять. Во-вторых. Я им жалобу говорю, ну, чего вы меня баните-то, за что? Они говорят, да, извините, произошла ошибка, мы вас, мне баним уже. И открыли, второй аккаунт мне открыли. Я говорю, послушайте, так вы меня за одно и то же, второй аккаунт мне отпускаете. А первый аккаунт вы мне не разблокировали? За одно и то же. Не разблокировали. Ну, там много подписчиков. И там... Так же всех. Вот я просто смотрю на людей, на своих знакомых, которые, занимая активную позицию антипорошенковскую, их всех так или иначе банили. И, ну, то есть то, что делает Зеленский, это сейчас... Я куда ни прилетаю. Я в Греции, я там, в Лондоне. Все спрашивают, Зеленский, красава, да? То, что он у вас делает. Вот. А если бы... Что вы думаете о тех действиях, которые были первые? Интересно. Ну, что Зеленский сделал, вы спрашиваете? Ну, глобально. Пока он ничего не сделал, и он не мог ничего сделать. Там, у Роспорта парламента, это очевидно совершенно, но лежал на поверхности. Парламент, который не работал с, по-моему, 15-го года, у них не было коалиции, реально. Ну, я просто очень надеюсь, что конституционный суд подтвердит, что они там, с 15-го года, не было у них коалиции, и парламент подтвердит правильность его Роспуска. Ну, кроме того, что он очень реакционный, он совершенно не готов к созидательной работе. После выборов парламента реально начнется работа у Зеленского. Сможет он с ней справиться? Не сможет, я не знаю. Не берусь никаких прогнозов давать. Я знаю, что надо точно делать. Точно это надо договариваться с Донбассом, конкретно договариваться, выполнять Минские соглашения, понимать, как это должно происходить, для того, чтобы Донбасс был в составе Украины, и еще надо с донбассчанами договориться, которые не спят и не видят войти в состав Украины, потому что они нас просто ненавидят за обстрелы, за бомбежки, которые мы устраивали. Но здесь, как бы, я думаю, что этот вопрос будет решен. Вот моя точка зрения, потому что дальше никуда. Там Порошенко мог его не решать, поскольку... Ему не выгодно. Ему не выгодно, да. Зарабатывал на армии, на всем остальном. Я надеюсь, что этот вопрос будет решен, и у нас будет нормальный... Я не знаю, там... Как-то наладится взаимоотношение с Донбассом. Ну, как пример могу сказать. У меня знакомая... У нее бабушка плохо себя чувствует. Живет она в Донецке. А знакомая в Киеве. И... Понятно, она хочет поехать к бабушке в Донецк. И было это недалеко вчера. И она на прошлой неделе заказала себе какое-то там спецразрешение, которое в СБУ проверяется. И она срочно должна туда ехать. Понятно, по каким причинам. Ну, ей пока не дали никаких разрешений. Вот это там на рассмотрении, на том, на сём. Ей не дали возможность выехать в Донецк. Ну, значит, что она делает? Она садится на самолет, летит в Минск. Из Минска летит в Ростов. Есть такой самолет. Из Ростова на машине едет в Донецк. Это нормально? Нет, это полная хрень. Полная хрень абсолютная. При том, что Донбасс – это часть Украины. Донбасс – это часть Украины. Причем это только с украинской стороны. С той стороны дарить бог, кто хочет что-то решать. Вот так-то. Поэтому есть очень много тех, кто будет противиться. Мы видим, вчера митинг был возле администрации президента. Есть много людей, которые зарабатывают на этом деньги. Они тоже будут противиться. С дюжитом, не с дюжитом. Посмотрим. Хотелось бы верить, что у него получится. Второй этап – то, что надо делать после окончания войны. Я уже не говорю о количестве людей, которые там погибло. И с этой, и с той стороны. Мы говорим о потерях с этой стороны. И очень жалко наших молодых ребят, которые туда посылают и просто на бойню. Но также жалко людей с той стороны. Точно так же. У меня есть песня, которая называется «Гражданская война». Мы, говорит, ее пели на последнем концерте. В последней четверостишь я в песне. Случай так. Был школьный друг. Любую тайну я доверял ему всецело. Прошли года. Его случайно увидел в крестике прицела. Я очень надеюсь, что это… Я даже не знаю, как это назвать. Прекратиться. Этап номер два. Если с Донбассом более не менее понятно, что этот вопрос можно разрудить. Сложно, но можно. То надо отдавать себе отчет, что Крым – это проблема, которую разрудить чрезвычайно сложно. И, скорее всего, если когда-нибудь Крым будет в составе Украины, то это произойдет не завтра. Военного решения, естественно, нет. Военного решения этой проблемы. Есть два момента. Что должно произойти для того, чтобы Крым стал частью Украины? Что? Экономика Украины должна быть такой, чтобы просто все мечтали быть в составе Украины. Если сегодня у нас одна из самых бедных и нищих стран в мире, в Европе самая нищая, то мы понимаем, что поднять экономику – это не год, не два, не десять и не двадцать. Поднять до того уровня. И второе – это то, что население, люди, которые живут в Крыму, должны лояльно относиться к Украине. Ну и о какой лояльности мы говорим, если мы им подрезаем опоры электропередач, чтобы туда не подавать электроэнергию простым мирным жителям. Если мы перекрываем воду, изменяем русло, то есть Днепр не даем в канал туда. А какой лояльности может и тереть? Чего мы добиваемся? Эти идиоты, чего они добиваются вот этими вещами? Они хотят лояльность от этого получить? Что? Таким образом можно добиться хоть каких-то изменений в лучшую сторону? Наоборот. Если вы хотите, чтобы население было лояльным, если вы говорите, что Крым – это территория Украины, с чем я могу согласиться? Я имею в виду с этими их высказываниями я могу согласиться. То, ребята, в этой ситуации вы должны думать об этих крымчанах. И показывать их всем, что вы их не бросили, что они вам нужны, выплачивать им там пособия, пенсии. В Донецке люди, которые отработали на Украине, в Украине, или как, не знаю, правильно говорить, там по 30, по 40 лет, они отработали этой стране. Они не получают сегодня пенсии. Это что, нормально? Деньги – это их деньги. Это деньги, которые были выплачены через соцстрахи, в пенсионные фонды. Они эти деньги заработали, это их деньги. И вот живут они там, говорят, пусть они уезжают, а куда им ехать? Во-первых, куда им ехать? Если даже вот так посмотреть на эти вещи. Человек там есть жилье, у него есть какие-то эти самые, я не знаю, привычные вещи. Ну, теоретически, куда ему ехать? Почему так делают? По вашему мнению? Потому что надо поддерживать рейтинг и зарабатывать деньги. Надо было. И зарабатывать деньги. Как оно будет, посмотрим. Так вот, все эти вопросы станут перед Зеленским. И как он их будет решать? Ну, будет видно. Понятно, что сегодня он, и риторика его значительно более агрессивная, чем должна быть. Но я надеюсь, все-таки, это некое опасение перед выборами не растерять свой рейтинг. Поэтому он нет, поэтому он тихо и спокойно все это дело ведет, не делая никаких громких заявлений ни в одну, ни в другую сторону. Но после выборов в парламент он должен будет действовать. И либо он растеряет огромное количество людей, он и так растеряет. Потому что одновременно за Зеленского голосовало, его поддержали как представители оппозиции, имеется в виду той оппозиции, которая поддерживает Донбасс, так и представители каких-то даже радикальных взглядов, но те, которые недовольны были Порошенко. 73% это же не рейтинг Зеленского, это антирейтинг Порошенко. И я думаю, что он реально больше. последняя социология показывает, что Порошенко проходит в парламент с 7-8% я думал 10%, но видимо получится меньше. Посмотрим, что будет дальше, еще не все потеряно. Так вот получается ситуация, при которой дальше автоматически для чего это делается и он должен будет прекратить эту войну для того, чтобы поднять экономику. Становится вопрос, каким образом ты собираешься поднимать экономику. Но есть два момента. Борьба с коррупцией. Все это очень красиво звучит, только вот здесь у меня возникает вопрос, что борьба со старыми коррупционерами это не борьба с коррупцией. Это разные принципиальные вещи. Что да, можно всех старых пересажать, а дальше надо понимание, что коррупционеры сидят внутри нас. мы поддерживаем коррупцию, мы граждане, которые здесь живут. Вот кстати, об этом дракон спектакль. Потому что убей дракона в себе. И вот здесь у меня возникает вопрос, вся ли вот эта разношерстная команда, которая есть, будет пытаться бороться с коррупцией? как бороться с коррупцией на местах? Как она будет все это дело каким-то образом решать? Потому что это заложено в нас внутри, это такой тяжелый эволюционный путь, который невозможно в одночасье разрушить никакими революциями. Большая длинная дорога. Вопрос номер два. Это вопрос экономического роста, связанных с тем, что надо поднимать нашу промышленность, которая сегодня находится в очень тяжелом состоянии. Потому что сотрудничество с Российской Федерацией практически прекратилось. И имеется в виду промышленности. И очень многие заводы наладно дышат. Необходимо прагматично подходить к вопросу. И то, что выгодно Украине, надо заниматься экономическим сотрудничеством с Россией. Мы же сейчас кричим, что не дай бог будет построен Северный поток-2. Да, Украина потеряет по разным оценкам в районе 3 миллиардов долларов в год. Он будет построен. Не успеет его до конца этого года построить, но построит его в следующем году. Там есть некоторые трудности, что в этом году надо возобновлять договор. Ну, как-то его разберутся при помощи каких-то этих самых. А может быть, он и будет построен до конца этого года. Мы не знаем. По крайней мере, строительство ведется бурно-бурно, и Европа его поддерживает, кроме Дании. Поэтому это опять потеря. когда эти идиоты вот им объясняли все, что, ребята, ваша труба, газотранспортная система может превратиться просто в металлолом, они кричали, это наше национальное достояние, когда еще 10 лет назад, или больше того, 15 лет назад, Газпром говорил, давайте мы у вас выкупим эту трубу и отремонтируем ее. Да нафиг она им нужна? У них ее готовы выкупить просто по заоблачной цене, готовы были там поставлять газ бесплатно там тысячу, я не знаю, сколько, и так далее. И в этой ситуации, вместо того, чтобы пойти нам посмотреть вот вперед, что произойдет дальше, а если будет построено в одной трубопровод, ну никому в голову мысль эта не пришла. И вместо того, чтобы думать о стране, думали о политических каких-то амбиций, это наше народное достояние, которое что будет сейчас в земле гнить? Зла не хватает. То же самое с заводами. Ребята, ну вы послушайте, но есть основной рынок, это Российская Федерация был всегда. Вы сказали, что не только лидерам единым можно поднять, а нужно, чтобы каждый убил в себе дракона. Как этого дракона убить? О, секундочку. А вот это вот никто не знает, потому что совет мой, только один. Как вот в нашем спектакле, там песня моя, чтобы убить в себе дракона, надо чаще в зеркало глядеться. Когда тебе не нравится то, что творится властью, то, что творит власть, посмотри на себя в зеркало. а ты не поддерживал это дело, а ты реально не поддерживаешь систему коррупции, давая там взятки кому-то или не обращая внимания на каких-то непонятных зигующих нацистов, националистов или еще кого-нибудь там. Ты все это пропускаешь мимо ушей. Ты смотришь спокойно на то, что происходит в стране, здесь, в зеркало, вот на себя. Когда ты себе увидишь этого дракона внутри себя и захочешь его уничтожить и уничтожишь и так сделаешь не только ты, а так сделаешь ты, 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 ты. Если человек понимает, не хватает силы воли, чтобы... Это не ко мне, это к психологам. Значит, надо психологов массово по стране. Слушайте, давайте, может, серьезные вопросы затрагиваем. Да. Пьеса Дракон это... Пьеса Шварца. Наив, неопытным юным, когда-то стройным и спортивным и нес безумный лепет не в попах. яблок личник списывать давал. Любим, дружим мы не передать словами, девчонок одноклассник целовал. Безгрешными своими головами мы пели с друзьями из-за двора. Длиннее ты, у кого длиннее плавя. Я был когда-то строй и древним. написан написан еще при Сталине, причем самое интересное, что ее даже пытались ставить, ее сняли, но Шварца не посадили. Это способ достучаться к народу, чтобы он убил своего Дракона в том числе, как социальная нагрузка? Пьеса намного глубже, чем обычный социальный протест обществу. Она намного глубже, она интереснее, она красивее. И да, она актуальна. Она актуальна, она актуальна во все времена, она актуальна была и тогда, когда она была написана, она актуальна сегодня, и думаю, что будет актуальна еще очень долго, к сожалению. Причем она актуальна в разных странах, в очень разных странах, включая, возможно, те страны, где вы считаете, что торжество демократии. Попытка ли это достучаться? Сложный вопрос. Знаете, никому ничего нельзя объяснить, и никого нельзя в чем-то переубедить. Человек приходит на дракона, если он увидел что-то, если он прочувствовал что-то, и если он реально хочет в себе что-то поменять, именно в своем сознании, в своем понимании мира, ну и замечательно. Замечательно. Это просто искусство. Дальше оно, конечно, влияет на мысли и на поступки людей, как и любое искусство, хорошее. Это очень хорошая пьеса. И мы довольно хорошо сделали. Вы сказали, что идея намного глубже. Нам, простым ребятам молодым донесите пожалуйста, в чем суть идеи, которую заложил Шварц? Глубокая идея, она расплывчата. Она не может быть одной и просто сформулированной. Идея заключается в том, что ну то есть мы говорим о широкой идее, да, о широкой. Она заключается в том, что все проблемы, которые случаются с человеком, так или иначе находятся внутри. То есть не существует правых и виноватых. Не существует там хорошо, плохо, без понимания того, что все это необходимо пропускать через свою собственную призму и понимать, что там внутри находится. Потому что когда события, которые тебя окружают, перерабатываются через тебя и ты понимаешь, что ты можешь что-то поменять, ты можешь что-то поменять, ты чувствуешь и ты хочешь это поменять, то ты тогда это меняешь. А если ты хочешь это поменять, но не меняешь, просто потому, что по целому ряду причин, а просто приспосабливаешься к тому, что есть, просто пытаешься, Я имею в виду к условиям жизни, я сейчас не говорю о социальных вопросах, а просто приспосабливаешься к тому, что есть, лень тебе, еще что-то, еще какие-то у тебя возникают моменты. Ну, значит, так и продолжается твоя жизнь, и за дня в день продолжается одно и то же, а друг, он сидит внутри и очень хорошо себя чувствует. Я против революций, любых, любых революций. Убить дракона в себе – это пройти эволюционный путь, потому что невозможно вот так вот просто раз и убить в себе дракона. Это невозможно. Это долгий эволюционный процесс. Когда мы увидим ваш театр как здание? Это я не знаю. Ищите здание? Сейчас я ничего не ищу. До выборов марских это бессмысленно, потому что, я не хочу ничего плохого говорить, но вы поймите, сегодня у всех только доллары в глазах, больше ничего. И для того, чтобы просто получить даже землю под строительство, я уже не говорю просто про здание, необходимо пройти семь кругов ада. Просто семь кругов. Я мог бы сделать очень хороший театр, и я вкладываю деньги в постановки. У нас проблема с сегодняшним театром в том, что постановки недофинансированы. Наши постановки, мои постановки, они хорошо финансируются, поэтому они хорошие. Я уже говорил много раз, что есть прекрасные режиссеры, актеры, сценографы, все есть. Костюмеры, что угодно есть. Продюсеров мало, которые готовы вкладывать бабки. Я готов. И вкладываю. Вы стопроцентный инвестор в Дракон. Стопроцентный, да. Не только Дракон, но и Сиренавта, Солнечной Делины. Сейчас мы новый мюзикл делаем. Вчера была первая репетиция. О музыке? Вот, подождите. И тогда, когда… Я не хочу проходить семь кругов ада, не хочу платить взятки, не хочу, чтобы против меня возбуждали уголовные дела. Не хочу. Просто физически не хочу. Лень. Еще там лет 15 назад, наверное, я бы этим занялся. А сейчас просто не хочу. Значит, будет политическая воля и законодательная воля для того, чтобы решить этот вопрос о каких-то открытых аукционах, о продажах земли для таких объектов. И можно будет это дело получить без взяток и без каких-то других вещей. Ну, значит, тогда будем делать театр. Потому что сегодня, если есть хороший участок земли, мы же понимаем, что это все равно должно быть так или иначе в центре, так или иначе рядом с метро. Ну, так кто же его отдаст под театр? Там же можно построить дом и заработать кучу денег на этом. Когда вы последний раз выступали на корпоративе? На корпоративе? Ой, давно. В этом году не выступал. В том году, наверное. Как развивать стратегическое мышление? Вы сказали, одна из причин, почему у кого-то получается, он мыслен на несколько шагов, а кто-то остался таки торговцем. Да. Развивать стратегическое мышление необходимо с детства. То есть оно развивается автоматически. Никто не говорит о том, что я развиваю стратегическое мышление. Стратегическое мышление – это кругозор, это аналитика, то есть это и математика, и гуманитарий. Все вместе. Надо читать книжки с детства много, заниматься музыкой. Ну, лучше, не так, лучше заниматься музыкой. Музыка очень серьезно развивает. Или чем-то другим, не обязательно музыкой. Надо развивать математические способности, играть в шахматы и так каждый день активно общаться. И если все это дело у тебя получается, то рано или поздно у тебя появляется стратегическое мышление. Как поступать, если ты понимаешь, что партнер тебя обманул? При том любишь и ты с ним много лет дружишь и бизнес имеешь? Смотрите, я не знаю. Действительно не знаю. Наверное, это индивидуальный выбор. Ну, вообще, если тебя обманули, то из корыстных соображений… Мы же понимаем, что обмануть можно, я не знаю, там, вопросы жизни и смерти и так далее – это одни вещи. Но если обманули просто из корыстных соображений, а вы такой вопрос, я так понимаю, задавали, Ну, абсолютно очевидно, что дальнейшее партнерство невозможно. Как принцип развода – это уже каждый выбирает для себя. Но я просто с этим не сталкивался, поэтому мне сложно на эту тему говорить. Ребята, одна из самых распространенных ошибок в нашем кругу общения – молодые, которые партнерятся – все боятся договариваться, как будут расходиться. Нет, с самого начала надо договариваться. Есть несколько принципов. Слушайте, значит, люди должны договориться между собой. Какой принцип развода их устраивает? Вот это так же, как в семье. Вот кто-то подписывает брачный контракт, где прописывается, что остается одной стороне, что другой. Кто-то просто верит на слово. Ну, вот это я не рекомендую верить на слово. В подавляющем количестве случаев это неправильно. Но существуют принципы расхода, они могут быть разные. Ну, например, один выкупает долю другого. Значит, можно устроить аукцион торговый. То есть, я, например, говорю, я хочу выкупить твою долю. Ты говоришь, а я хочу выкупить твою долю. Отлично. Дальше мы начинаем с тобой торговаться. Ты мне говоришь, я выкуплю твою долю за 100 рублей. Я говорю, нет, я выкуплю твою долю за 150 рублей. Ты говоришь, не, я выкуплю твою долю за 200. То есть, устанавливается шаг повышения. А я говорю, не, я за 250. И в тот момент, когда доходишь до предела, когда, да, я готов выкупить твою долю за какую-то сумму, а ты уже не готов продать, не готов выкупать дороже, происходит сделка и остается тому, кто выкупает. Тут проблема другая, что иногда получается, что стоимость активов больше, чем количество денег, которые человек может и хочет вложить. Здесь сложнее происходит момент, потому что выкуп доли невозможен физически. Я бы выкупил твою долю за 250, но у меня их нет. А ты бы выкупил мою тоже за 250, но у тебя тоже нет. Что делать? Значит, надо продавать на третьей стороне. Здесь есть два варианта продажи. Значит, можно продавать долю в предприятии, можно продавать все предприятие целиком и делить деньги. Возможно, вас попросить, чтобы вы поздравили с Новым годом, который будет наступать 20-й. Пока касается подошвы земли и теплится душа, давайте жить и жить подольше, и этим воздухом дышать. Давайте в лапе запотелой вино сжимать и молоток, и пиво пить, и дело делать, и женщин брать под локоток, Бежать от немощи и хвои, хвори, кудить до самого утра, и запах новогодней хвои, бежать до самого утра. Бокалы подними и дрысни, безумствовать, рожать, дружить, давайте жить, давайте жить. Все остальное, мелочь, счастье. Я поздравляю вас с Новым годом и желаю, чтобы все то, о чем я рассказал в стихотворении Вадима Егорова, у вас было. Давайте жить. Субтитры сделал DimaTorzok